Проснулся сегодня этим прекрасным морозным утром и хотел было записать тебе видео про анимацию шрифтов. Тема очень большая и объемная. И я хотел привести несколько примеров про несложную простую анимацию. Что такое вообще титры, что такое кастомные титры, что такое basic titles, как вообще работать с заголовками и для чего они нужны. Захожу на канал, а там сейчас такое за ночь перевалило за 3000 подписчиков. В связи с этим я хочу как-то вас облагодарить, потому что только благодаря тебе канал растет, развивается, мотивирует меня делать новые видео, а вы в свою очередь получаете, пускай не всегда интересную, но очень полезную и бесплатную информацию про монтаж, про Final Cut, немного про видео, немного про обзоры техники. Куда же без этого зажгу праздничную свечу, ведь скоро Новый год, пускай призывает дух Рождества. Некоторых пацанов я уже реально запомнил, в комментариях получается с вами пообщаться. Я всегда жду от вас комментарии. Если честно, я иногда от вас подхватываю реально полезные советы. Я каждый раз думаю, что хорошо, что я завел этот канал, потому что на нем можно тоже узнать что-то новое. И круто, что вы даете мне обратную связь, это очень полезно. Спасибо тебе. В общем накидал здесь быстрый кассайт, собственно вот он он. Нашел свою коллекцию фотку, это я собственная персона и прусь куда-то на одну из местных гор. Как всегда, тащу с собой тяжеленный рюкзак и постоянно думаю о том, что зачем я набрал с собой столько лишних объективов. Сфоткал меня мой кореш Ромка Бандурин, это один из местных мощных топовых фотографов. Ссылка на его репортажную работу будет в описании, если интересно зайти посмотри. Вообще сайт пока в разработке, это просто лендинг, подсадочная страница. Я пока думаю, что еще можно добавить. Скорее всего будет переход на мой портфолио и будет сайт использоваться для работы с клиентами. Я буду его отсылать, чтобы он там мог посмотреть мои видео. Несмотря на то, что сайт разработки, у него уже есть домен и все ссылки рабочие, поэтому можешь переходить по ним и скачивать мой сюрприз. По ссылке ты увидишь 4 базовых лута, я специально не стал накидывать тебе 100-500 пресетов для того, чтобы не вводить в заблуждение и не пудрить голову большим количеством цветовых схем для того, чтобы тебе было проще выбрать из этих четырех. Это базовые луты, которые тебе понадобятся для того, чтобы осуществить полноценную твою коррекцию. И помню, что лут это не панацея, а чтобы для того чтобы хорошо покрасить видео тебе нужно поработать обязательно с кривыми, с rgb каналами. Если ты впервые на этом канале, то естественно для того, чтобы скачать лут, тебе нужно сперва подписаться на этот канал. Нужно быть подписчиком, для того чтобы у тебя был доступ к лутам и ты мог их скачивать. Для того чтобы стать подписчиком тебе нужно ошибануть на эту правую кнопку и тебя перекинет на соседую страницу, где ты подписываешься, возвращаешься обратно и уже подписанным и уже будучи подписчиком моего канала жмешь на вот эту кнопку что с обратной стороны все готово пока что эта ссылка на яндекс диск я знаю что у моих коллег с ближнего зарубежья с яндексом не лады но у меня пока что подписка оформлена на яндекс диск если у тебя будут какие-то проблемы с переходом на яндекс диск ссылка будет не открываться пиши в комментариях я тебе перезалю куда-нибудь другое место на google диск я пока подпиской не разжился внизу смотри еще ссылки на соцсети если что шуми туда но лучше не надо лучше пиши в комментариях это поможет развить канал и поднять его в рекомендации и так я надеюсь ты помнишь как правильно устанавливать лут и если не помнишь то смотри вот здесь есть в панели эффектов в вкладке color есть а такой эффект кастом лут берешь его накидываешь на свой кадр либо на корректирующий слой сейчас я о нем расскажу дальше тебе здесь в инспекторе открывается кастом лут вкладка жмешь сюда напротив слова лад открывается такой огромный список это все луты которые у тебя установлены спускаешься в самый низ здесь есть такая вкладка чусь кастом лут жмешь ее открывается такая панелька и здесь на рабочем столе выбираешь папку дмитрий панов лут жмешь опыт и она появляется у тебя я жать не буду потому что она у меня уже установлена я очень рекомендую храните все луты в отдельной папке на компе собирать их все туда для того чтобы они у тебя не были разбросаны по всему жесткому диску не нужно вставлять их загрузках или на рабочем столе не разлади бардак дисциплина бро это самое главное значит после того как ты установил свои луты выбираешь кадр либо выбираешь корректирующий слой он есть вот здесь в кастом я уже рассказывал про него жмешь adjustment layer нажимаешь q скидываешь вниз растягиваешь по всему по всем кадрам а например это будет один корректирующий слой где ты поднимешь там контраст насыщенность и скидываешь второй корректирующий слой который на который ты можешь использовать конкретно лут кидаешь его сверху окей готова переходишь в инспектор и здесь выбираешь дмитрий панов лут и какой-нибудь из них рекомендую использовать basic это мой самый любимый видишь как поднялись все тона если ты снимаешь каком-то цветовом профиле плоском например либо в логе либо какой он слинил айди либо просто с пониженным контрастом то тебе можно не запариваться а просто использовать этот лут ты можешь видеть что он немного синит так сказать как я уже говорил лут это не панацея тебе нужно его немного подкрасить для того чтобы это сделать заходишь вот сюда в треугольничек color wheels вот эти цветовые круги ты можешь его немножко либо подогреть либо наоборот охладить изменить его цветовую температуру и только по видеоскопу ты сможешь понять нужно ли тебе добавить контраста либо убавить его то есть растянуть вот эту диаграмму как он правильно называется вот видишь какая вода стала такого приятного цвета голубо-синего и зелень стала зеленой как нам нужно помимо базового лута здесь у меня еще есть получается еще три можешь посмотреть какие из них тебе больше понравится надеюсь тебе эти луты пригодятся а на этом я заканчиваю еще раз спасибо тебе за три тысячи подписчиков это не так много как казалось бы но и уже не так мало канал становится полноценным каналом где я стараюсь выпускать регулярные видео про монтаж про технику про кино возможно бэкстейджи предметная возможно съемка вообще напиши в комментариях что тебе интересно больше смотреть уроки по монтажу понятное дело но понимаешь не всегда хочется выпускать только одни уроки по монтажу хочется иногда смонтировать что-то интересное очень нравится делать бэкстейджи и если тебе интересно смотреть и их то возможно они будут появляться чаще в общем давай обратную связь еще раз спасибо тебе хороших тебя кадров быстрого монтажа смотри фильм и больше читай на этом все пока